Ребята, я только что пришел из настоящего рая для экстремалов. Да, угадаю. Там накладывают гипс на любую часть тела за 2 секунды. Мне кажется, это место, где платят деньги за выбитые зубы. Ребята, по вам плачет аншлаг. Я уже вижу где-нибудь в Таганроге на заборе афишу. Только здесь и сегодня, в нашем ДК Влад и Влада. На самом деле, рай для экстремалов – это огромный деревянный парк, крутейшие радиусы, очень большая тренировочная база. Но для того, чтобы туда попасть, нужно еще немного подождать. Ну, прям как в реальной жизни. Но ты только не спеши туда бить, Бан, в рай. А вот это, кстати, крутая шутка. Друзья, всем привет! В эфире телеканала ТНТ-Мьюзик, программа «Фанбокс». Программа о хороших людях и молодежной культуре 21 века. С вами, как обычно, Влада Голбер, Глеб Болелов и Влад Богданов. Отложите все свои дела, потому что ближайшие 15 минут мы вам расскажем все самое интересное. Мы уже не раз говорили о том, что 2020 год станет переломным в мире экстремального спорта. Это обусловлено тем, что на Олимпиаде в Токио будут представлены сразу же 4 новых дисциплины. Сёрфинг, скейтбординг, скалолазание и BMX. Шансы нашей страны невелики, но мы верим, конечно же, в лучшее. Хотя делать это непросто. Если брать BMX и скейтбординг, то, несмотря на обилие бетонных парков, которые вырастают как грибы после дождя во всех крупных городах России, кататься в них можно только в летний период. С наступлением зимы подавляющее число райдеров убирают свой инвентарь на антресоле, а это, как вы понимаете, сильно сказывается на уровне катания. Крытых площадок у нас крайне мало, потому что окупить их практически нереально. И вот не так давно просочилась информация о том, что в Москве строится крупный проект, который будет отвечать всем требованиям современного фристайл-парка. Ну и где же может располагаться новый крытый экстрим-парк? Конечно же, на одной из многочисленных промзон города Москвы. Мы находимся в районе шоссе энтузиастов. Это будет самый грандиозный проект, думаю, всей страны, потому что таких парков еще не было. Он не то что большой, он умный скейт-парк. Умными называют те проекты, которые выжимают максимум из своего потенциала. То есть используют пространство так, чтобы было как можно больше вариантов для трюков и интересных линий. Но это не просто парк, это настоящая тренировочная база, где любой райдер сможет выучить трюк, разложив его по всем стадиям. Батут для того, чтобы понять, как его делать в воздухе. Поролоновая яма, чтобы привыкнуть к амплитуде и подобрать нужную скорость. Резиновый трамплин, упав на который полученный урон будет минимальный. Ну и, собственно говоря, сам парк, где можно поставить финальную точку в этой цепочке. Съезжаешь на резиновый фонбокс, либо на паролоновую яму, да? А здесь батуты? Здесь батуты, да. Ну да, пришел, тут научился, тут попробовал, там пошел сделал. Ну а вот смотри, просто такое большое количество парков было открыто, и все по факту типа там прогорали. Наверное, не в тот момент они открылись. Не так много народу было, не продумали, ну не прочитали все экономические риски на себя. Не на то аудиторию начали работать. И, кстати, не только радиусами будет радовать этот парк. Этажом ниже уже почти полностью расчищена площадка для поклонников уличного стиля. Этот скейт-парк находится на втором этаже, и собственник, владелец этого помещения, он не знал о существовании его вообще. Он сдавал нижний этаж. Вот этот? Вот нет, еще ниже, который под нами. И думал то, что все, это крыша, потолок. И больше 10 лет они не знали, что здесь что-то есть. Вот об этом помещении. Об этом и о скейт-парке тоже. Просто она проставила. Я не знаю, сколько лет, непонятно почему, потому что пришел пожарник и начал обходить. Случайно нашли это помещение. Парк планируют открыть уже этим летом. Глядя на то, как быстро происходит стройка, не удивимся, что это случится уже в июне. Мы держим руку на пульсе событий, так что смотрите нашу программу и узнаете первыми, когда это случится. Ребят, каким вы видите будущее? Я очень надеюсь, что уже совсем скоро придумают телепорт. Наконец-таки. И я смогу в любую секунду телепортироваться подальше от вас. Вот, кстати, да, телепорт. И еще, мне кажется, все машины будут летать. И на дорогах наконец-то не будет пробок. Ребят, какое у вас банальное представление о будущем. Я вот в нем, кстати, уже побывала. И все благодаря художникам и выставке «Время вперед». Что там, телепорты придумали? Машины летают. Вы когда-нибудь думали о том, что ждет нас в будущем и каким мы выстраиваем его сегодня? Предлагаю не гадать. Давайте отправимся туда прямо сейчас. Каждый из нас рисует воображение и свое идеальное будущее. Фантазируя на тему невероятных технологий, улучшения качества и удобства жизни. Вместе с тем, важные социальные проблемы, существующие сегодня, уже на него влияют. Что, если очень серьезно задуматься, не сулит утопического будущего? «Время вперед» – ироничное название, взятое из басни Маяковского «Баня». Вся пьеса достаточно возвышенная и предполагает, что впереди нас ждет нечто гармоничное и прекрасное, где все проблемы решены. Реальность доказывает нам, что это совершенно не так. Мы используем этого словосочетания, достаточно избитое, клишированное, для того, чтобы подчеркнуть, что невозможно уже с восторгом и только с ним смотреть вперед. И что, наверное, самый адекватный способ взглянуть в будущее – это с улыбкой. Каждый участник выставки выбирал волнующее его обстоятельство настоящего. И с иронией главным составляющим каждого объекта рассматривал проблему с помощью графики, анимации, аудиоинсталляций, VR и AR-технологий. Мы хотели сделать что-то интерактивное, что-то более развлекательное. Изначально ставили перед собой задачи, чтобы это было интересно смотреть, а не просто сказать о проблеме. Потому что просто сказать о проблеме можно и очень серьезно, и превратиться в книгу, в документальный фильм, но никому не будет интересно просто так с улицы зайти и посмотреть, что это. При входе в зал первое, что привлекает внимание – это розовая кабинка, из которой сыпется оскорбление. Проблема множества людей, страдающих от буллинга в связи с тем, что внешне они не вписываются в какие-то придуманные социальные рамки, родила глобальный тренд на толерантность и уважение людей. Но один из сценариев говорит о том, что в будущем, возможно, мы настолько зачерствеем, что нам понадобятся специальные тренажеры, которые позволят влезать в шкуру другого человека. Это там Томареско. Вы смотрите на себя в зеркало сквозь эту прорезь и вставляете руки. То есть я сейчас буду в чем-то цель? Да, да, да. Буквально произойдет трансформация. Так тяжело входить в чужое тело. Нормально я меня там оскорбляю? Чего? Слышал о таком изобретении – фитнес? Я вообще-то уже месяц хожу туда. Жиромясено. Я одни грудки ем с кречкой. Тебя, наверное, в детстве только на ворота ставили. Кстати, говоря о эмоциях, звучит страшно, но вполне возможно, что они также попадут под технологическую трансформацию. Уже сегодня в социальных сетях мы транслируем свое настроение, сопровождающее какое-либо действие, с помощью определенных смайлов. И художники рассмотрели подобный сценарий в будущем, где специальные, крепящиеся на одежду 3D-пластины демонстрируют окружающим наше настроение на данный момент. Вообще, с одной стороны, достаточно удобная штука, потому что это будет показывать людям, которые очень-очень хотят с тобой поговорить на улице, что лучше не надо этого делать. Прилепил карточку, дестрой и пошел. Да, с одной стороны, полезная штука, ведь у каждого бывало то состояние, когда, ну, точно не хочется ни с кем коммуницировать. И подобный способ ограждать себя выглядит привлекательным. Но если задуматься, вместе с тем умрет и вообще какое-либо живое общение, а также способность выражать свои эмоции чувствами. Поэтому пока что я точно не готова к такому сценарию. Ну и какое будущее без развлечений? Объект, который, пожалуй, покорил мое сердце на этой выставке – нейронная караоке. Каждый из нас под строгой секретностью и акте о неразглашении вместе с друзьями заглядывал в караоке-бар. Но забудьте о заставках побережья Турции на фоне текста. Да и привычный список артистов тоже. 500 песен разных жанров и направлений было смешано, обработано и собрано нейронной сетью в три разных трека. Алгоритм, по которому слова соединяются, абсолютно отличается от того, как мы думаем и как мы пишем стихи. Поэтому результат нас приятно удивляет. Или нет. Всем привет! А это файн-борс. Мяу! Естественно, упустить шанс снять себе тизер нового клипа «На будущее» я не могла. Йоу! Йоу! Фак! Я просто друг для той, которая мечтает о цветах. Другой красивый! Звучит ты поверь мне! Звучит ты поверь мне! Ты узнаешь ее из тысячи! Конечно, логики в текстах мало, но как развлечение вполне себе. В целом, подводя итог, очень хочется верить, что такое будущее черного зеркала все же будет иметь границы. И все живые чувства, эмоции и творческие способности человека не заменят искусственный интеллект. Ну что, на этом у нас все. Вы посмотрели очередной выпуск программы «Фанбокс». Для вас изо всех сил старались Влада Голберг, Глеб Болелов и Влад Богданов. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!